Приветствую вас. Я думаю, что все дело в чувствах и думаю, что для разных людей одни и те же действия имеют разные значения. И нужно понимать, что каждый человек чувствует и воспринимает все по-своему. Для кого-то сходить с девушкой в КФС, например, это абсолютно нормально. И он не будет ждать ничего от этого. А кто-то воспримет это как развитие романтических отношений. Связано это с воспитанием, с традицией, с темпераментом, с чувственностью человека, с его эмоциональностью, с его желаниями в том числе. С его стереотипами восприятия. Но мне кажется, что он сильнее всего это связано с тем, что человек чувствует себя конкретному, другому человеку. Если те ребята, с которыми вы общались, привыкли ходить с вами в КФС или что-то еще в кинотеатр, например. Если они не воспринимают это как что-то такое, то другой человек может к этому отнести, конечно, и нас. И мне кажется, что это нормально. Я не думаю, что вы прямо какие-то знаки внимания пропустите. Я думаю, что дело здесь не в знаках внимания. Дело здесь в том, что возможно. Это только возможно. Я не говорю, что так есть наверняка. Что вы и мужчина, возможно, повторюсь, боитесь близких отношений, боитесь сближаться. Так, по крайней мере, мне кажется. Почему мне так кажется? Потому что, на мой взгляд, вы довольно много значения придаете романтическим отношениям и, на мой взгляд, слишком уж сильно хотите пытаетесь как-то идентифицировать. Тогда как, в идеале, вам вполне достаточно было бы просто доверять себе своим чувствам и ориентироваться именно на ваши чувства и на то, чего вы хотите. Условно говоря, хочется вам. То есть, если вам хочется проявить по отношению к человеку что-то. Хочется проявить по отношению к нему симпатию, хочется проявить по отношению к нему какие-то эмоции, действия, то берете и проявляете, и все. Здесь нет, как мне кажется, никаких проблем много. Но, но в вашем случае ситуация такова, что вы как будто бы здесь стесняетесь, как будто бы вы стеснены и скованы. И в большей степени ориентируетесь на как раз таки другого человека. То есть, не на себя, а на него. То есть, не на себя, а на него. Делает вас, к сожалению, зависимо от зависимой, как раз от людей, от мужчин. Но, понимаете, да? Я надеюсь. Вот, соответственно, именно это в первую очередь вам нужно зафиксировать. С чем это может быть связано? Ну, как мне кажется, со страхом близости в первую очередь. Со страхом близости и со страхом близких отношений. Что в свою очередь может быть связано с тем, что у вас есть некоторые трудности с личными границами. Например, ну, могут быть трудности с личными границами. Например, когда вам довольно трудно отделять себя от другого человека. Хотя это не факт. А может быть самые близкие отношения для вас являются не самым спокойным и не самым стабильным проявлением. Здесь довольно много есть вариантов. Довольно много возможных вариантов. К сожалению или к счастью. Потом идут, нужно смотреть. Вот. Применительно к конкретной ситуации абсолютно не имеет смысла. Это что-либо отличает, потому что каждая ситуация, она уникальна, она улюбленна. И в каждой ситуации люди ведут себя по-разному, по-своему. С энергия между людьми тоже разная, что проявляется по-своему. Поэтому есть очень много факторов. И если, на мой взгляд, пытаться у них вмешиваться, то ничего хорошего. Из этого не получится. Но кроме того, что об отношениях вам будет еще сложнее. Ну то есть, построить отношения вам будет еще сложнее. И конечно, вы этого хотите. Но я думаю, что вы вопрос задаете с этой целью. Там и сюда. Хотите построить отношения? Наверное. Не желай вы строить отношения, так вы возможно не спрашивали бы ничего. Но, может быть, я ошибаюсь здесь. Что ж, не хотел выгадать. Поэтому вот и предлагаю вам заболбаться более предметом. Для этого нужно с вами поговорить. Для этого нужно больше информации. Теперь давайте разберем непосредственно ваш текст. Как отличить дружеский интерес от вас личного романтического со стороны парня? Указывай по-разному. Это сердце наподелает. Как распознать их внимание? Зачем их распознать? Важно, как вы реагируете. Нет, друзья и приятели. Парни, которыми мы стекло проводим время за делом и общением. Никакого секса. Почему вы на этом застряли внимание? Будем ходить по кушке в фильме. Надо посмотреть кино. Кимиотеатры между нами нет прихорашивания. Супер. Но в этом месяце познакомилась парнем на 8 лет старше. Выглядит моложе. Ставляет долго. Так же как и с другими ходили на наши общие мероприятия. Одно это мне говорит, что рассматривали как девочку для серьезных отношений. Ну, да, выглядит так, что человек, мягко говоря, не очень эмоционально. Мягко говоря. Вот это выглядит так, что мужчина просто не привык выражать свои чувства. Вот. Не привык говорить о них. Я бы, я бы так это, наверное, описал бы. Там что, ну обычно все-таки, конечно, разговоры о чувствах идут. А жизнь, он явно уходит в какой-то степени, ну, в рационализацию. Вот. Интеллект. Вот. Всегда грустно, когда подобные вещи происходят. Вот. Но они происходят у мужчин, потому что происходят, к сожалению, вот чаще, чем у женщин. Особенно у русских мужчин, а у славянских мужчин. Так, потому что происходят, к сожалению. Дальше. Так, это мне попался, так, но до предмены не было никаких тебе подарков или что-то еще такое. Ну, конечно, как по-своему вы относитесь к этому. Подарки не обязательно. Это мне попался тип парней, который, в принципе, не рассматривает девушку в качестве другого. Да, такие парни, очевидно, есть. Является ли этот парень таким, я думаю, сказать невозможно, потому что, ну, для этого нужна некоторая система. Вот. То есть, что такое система, что такое система, да? Да, это вот несколько вот, условно говоря, несколько, ага. Несколько опытов общения парня с девушками. Вот. Потому что, ну, условно, только на одном вашем примере, мне кажется, не совсем корректно делать выводы, вот. Относительно того, вот. Воспринимает ли он женщин в качестве только девушек, да? И не воспринимает он их в качестве друзей, вот. Ну, вполне может быть такое, что бы он встретился именно такой человек. Вот. Особенно, если он изначально старше вас. В этом случае просто сильно сложнее воспринимать девушку как друга. Потому что, друзья, это всё-таки история про равноправие. А здесь равноправие никаком. Речь об этом может, когда мужчина осталась. Вот. Я не говорю, что это моя позиция. Я не говорю, что я так думаю. Я говорю о том, что, к сожалению, в реальность такова, что мужчина может подходить к вопросу именно так. К сожалению, повторюсь. Вот. Я не говорю, не хочу сказать, что это что-то хорошее. Не хочу сказать, что так и должно быть. Просто вот, ну да, вот так вот. Так бывает. К сожалению, опять же. Дальше. Или я пропустил все знаки внимания? Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. То, что для вас обыденно, для него нет. Понимаете? Если для вас обыденно ходить с парнями в кинотеатры, в KFC, то для другого парня это может быть необычно. Мне понятна классика, когда позвал на свидание, для комплимента как девушка. Я думаю, вы слишком много внимания уделяете именно вот рациональному здесь. Я думаю, что было бы гораздо проще, если бы вы больше доверяли своим чувствам. Было бы гораздо проще, если бы вы отдавали своим чувствам. Они пытались все это определить именно через такую позицию, какую вы демонстрируете сейчас. Просто это вас может в никуда привести, потому что отношения не строятся так. Отношения строятся несколько по-другому, я бы сказал. Отношения устраиваются сердцем, чувствами, не интеллектом. А вы как раз таки включаете интеллект к чувствам, понимаете? И это очень затрудняет, как правило, процесс. Вот. К сожалению. Поэтому я обращаю ваше внимание на это. Так, где тонкая грань между романтик и друзь? Вот, допустим, парень подвес на машине, проводил до подъезда, которое было очень сильно, но не горели фонари или сходили в боем, но всегда в качестве зрителя. Я описал три разных случая, описываясь по разным парням. Это не значит абсолютно ничего. То, что я описал. А наши все люди по-разному воспринимают одно и тоже. Как я уже сказал. И один парень, что чтобы я описал, может воспринимать, как вообще ничего не вносило. А другой парень можно воспринимать, как, ну, извините, чуть ли не приглашение. Понимаете? Я думаю, здесь все очень индивидуально. И я бы вот обратил ваше внимание именно на то, что как будто бы вам вот сложно вот, ну, опереться на себя. Как будто бы вам хочется какой-то вот, ну, определенности что-то. Понимаете? А если детьми нет, вот определенности, да? Если нужно, там, условно, доверять себе, вот, доверять своим чифрам. Только себе и только своим чифрам. Как тогда быть, вот, понимать, да? Какая страна. Если вам это сложно, если у вас сложно с постоянным отношением с мужчинами, вот. то я рекомендовал бы вам обратиться за помощью к психологу и поработать с ним в этом направлении. Вот это не сложно, а вам вполне возможно будет это полезно и интересно. Я надеюсь, что именно так вы восприняли мой ответ, что это вам было интересно и полезно. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Буду благодарным. За обрядную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.